Здравствуйте, меня зовут Алексей Маслов, я работаю в институте систематики экологии животных и параллельно представляю проект экспедиционного клуба образ жизни это клуб который работает в концепции гражданской науки мы занимаемся летучими мышами юго-западной сибири и я сейчас расскажу что мы делаем зачем мы это делаем и как можно в этом большом проекте поучаствовать на самом деле нам повезло иметь такую территорию для изучения потому что на юго-востоке западной сибири довольно много пещер пещеры являются естественными зимовками рукокрылых в новосибирской области не очень много пещер буквально около десяти но если мы посмотрим на республику алтай на алтайский край на соседний кузбасс хакасию то это уже довольно большая горная страна а где горы там есть и пещеры и это довольно замкнутая сторона соответственно к востоку от нас есть некоторый перерыв равнины и к западу тоже на омской равнине нет особо пещер но при этом если тучи и мыши это место это горная страна была долгое время не изучена исследователи часто привлекала что-нибудь в районе средней азии в районе дальнего востока и на начало двадцать первого века новосибирской области соседние места то что называется соловирской кряш был таким белым пятном сейчас наши коллеги наши подшественники там неплохо поработали но белые пятна на территории юго-западной сибири остались и как ни странно самые большие белые пятна по изученности летучих мышей это города это легко объяснить всегда интересно уехать куда-нибудь далеко на природу в красивые места в экспедицию на месяц там поработать а в городах остаются недообследованы большие городские популяции я сейчас расскажу несколько таких историй чтобы можно было представить насколько действительно не изучена фауна распространения места зимовых летучих мышей а потом расскажу зачем это надо изучать на самом деле если вы видите в городе летучий мышь это как правило двухцветный кожан это самая массовая мышь в летних отловах это одна из самых массовых мышей летом судя по всему вообще то есть 9 из 10 летучих мышей в городе если не больше это двуцветные кожаны и если спросить где же они зимуют смотрите будет нечего самый точный самый близкий к правде ответ был дан еще в 60 и он звучит так где-то в предгорьях теньшаня в принципе в европе этих мышей кольцуют и мы знаем что они могут летать довольно далеко то есть это полторы тысячи километров от места кольцевали до места находки повторной и представляя да куда он может от нас залететь действительно можно представить достаточно длинный трек где его искать непонятно там не работают зоологи там неизведанные горы там не все пещеры открыты мы знаем что в средней азии этот вид любит очень сильно ритуальные постройки человека что он там делал когда человека там не было вообще непонятно может быть не жил и жил ли то в горах но сейчас мы имеем массовый вид летучих мышей который летает далеко который может пересекаться на совместных зимовках с другими видами и с особями своего же вида да он есть везде в средней азии он есть в китае все почти наши мыши которые у нас живут есть в китае и мы ничего не знаем о том куда он полетит и где он будет зимовать да и когда встают некоторые вопросы биобезопасности банальной да где же там с кем он на зимовках пересекается какие патогены он может переносить нам нечего ответить мы нужно делать дополнительные исследования другая моя любимая история это вид который называется старухая ночница это потрясающе летучая мышь это самая большая летучая мышь в сибири не считая наверное рыжей вечерницы и у нас нам повезло у нас есть самая восточная и самая северная точка и ареала когда-то наживались везде до последнего ледникового периода но сейчас остались такие островки вот у нас самый северный самый восточный ближайшие от нас это казахстан в 500 километрах южнее а основной ареал это европа и не все так с европейской часть популяции хорошо у нас там уж тоже занесена в красную книгу россии и соответственно все региональные мы знаем но в общем то все давно знают место и летнего размножения они очень любят всем женским населением которое размножается в этом году собираться в одной пещере это пещеры известны даже носит название летучих мышей выводить там детенышей и если этом мы их считаем мы насчитываем но полторы тысячи примерно одну речь о точности не идет к такие количества в одном месте собираются а если мы приезжаем в то же место зимой обследуем все пещеры все шахты серебряные рудники старые демидовские мы можем найти ну 200 зверьков ну может быть 250 то есть где зимует большая часть популяции мы не знаем а это краснокнижный вид уязвимый с одним местом летнего размножения легко доступным для туристов и просто каких-то посетителей случайных и если мы начнем этот вид терять мы быстро оперативно ничего не сможем сделать то есть мы будем предполагать что мы теряем какую-то зимовку и и даже не будем знать где искать и наше знание района наше знание части пещер никак этому не поможет мы вынуждены каждый сезон искать и искать новые зимовки чтобы в случае чего быть наготове от этой колонии выводков на самом деле до границы с казахстаном все-таки это в 30 но это про такие места и грязоповедника говорят прям опять в обход 4 имея ввиду что если в круг пойдешь то доберешься сильно быстрее чем напрямик через горы и горные долины этот вид неплохо изучен на русском кавказе мы знаем что он перемещается по долинам рек и грубо говоря пониже в долинах рек он любит размножаться там много насекомых повыше в горных системах он любит зимовать там и зимовочные пещеры мы поработали всего-то год в местах обитания струха ночницы и нашли ее в долине совершенно другой соседней реки то есть на некоторые свои законы нарушает наша задача сейчас этим разобраться то есть мы стараемся поставлять такие данные стараемся угадывать что же будет нужно через год через пять через десять чтобы не быть застегнутыми врасплох какими-то изменениями какими-то может быть патогенами например у нас в области есть крупнейшая зимовка летучих мышей на этой пещере барсуковская она совсем недалеко токодем городка за два-три часа на машине можно доехать и там зимуют тысячи летучих мышей 3-4 тысячи каждый год там отмечена положительная динамика численности то их их становится больше но мы так мало знаем о пещерах области что не можем до конца быть рады этому росту численности мы все время думаем вдруг есть зимовка где стало все совсем плохо и уцелевшие оттуда рукокрылые теперь собрались на самой большой самой стабильной зимовки то есть даже в таких казалось бы колониях когда мы долго и много знаем про одно и то же место проводим каждый год учеты мы не можем расслабиться мы вынуждены постоянно изучать грибковые патогены поскольку у нас в сибири есть такая зараза как синдром белого носа это грибковое заболевание летучих мышей которые в европейской части и в америке выкашивал без преувеличения десятками тысяч зимовочной колонии рукокрылых это термостабильный грибок который съедает мышь практически изнутри пока она спит у нас этот грибок тоже есть но при этом нету смертности и эта ситуация сама по себе интересная может быть у нас другая температура на зимовках это факт может быть это имеет значение может быть у наших летучих мышей другая иммунная система немного а все что касается иммунная система тучих мышей она вообще интересно может быть у нас другой штамм грибка он только начинает быть хорошо изученным и это тоже какую-то определенную фундаментальную ценность несет и говоря о таких больших задачах до разобраться с численностью миграционными перемещениями летучих мышей по всему макро региона мы не можем рассчитывать на ресурс там пара научных сотрудников мы не можем рассчитывать на ресурс одной команды и мы собираем волонтерскую команду в которой есть и геологи и действительно профильные биологи которым я отношусь и просто неравнодушные люди которые готовы свое свободное время свой отпуск выходной потратить на экспедицию и помочь нам поработать и даже не обязательно никуда ездить чтобы получить новые научные знания я всегда своих лекциях рассказываю о таком приложении на чур лист который позволяет сейчас уже позволяет многое из того что мы видим сфотографировать на телефон ну или загрузить фотографию потом с фотоаппарата в сеть и узнать что же это за вид он использует нейросетивые алгоритмы и постоянно учиться то есть то что сейчас крупное скопление летучих мышей это приложение может определить как грибчага через пять лет этого наверное уже не будет но каждое его определение уточняется специалистами получает определенный статус исследовательский и на ваше наблюдение можно сослаться любому автору при написании научной статьи то есть это становится фактом достойным в принципе публикации и изученность летучих мышей как минимум в городах и выход к снице да где у всех у нас расположены дачи и другие места отдыха изученность этих мест настолько низка что любое наблюдение ценно любое наблюдение может быть основой для обучения потом другой нейросети да или для машинного обучения чтобы построить некоторые карты распространения летучих мышей да конечно на границах не будет требовать уточнений но в целом это то что нас ждет мы будем прогнозировать численность летучих мышей в городах и какие-то профильные учеты профильное обследование доделывать потому что на самом деле мы сталкиваемся с новинками каждый день каждый месяц каждый год постоянно есть место открытию если речь идет о городских популяциях летучих мышей стоит сказать что мы в этом году довольно много рукокрылых обследовали на новый коронавирус и пока ничего не нашли то есть пока все наши городские и не только летучие мыши сибирские здоровы это касается нового штамма 19 не факт что там нету других вирусов этого семейства но на самом деле расслабляться не стоит потому что каждый раз контактируя с дикой летучей мышью можно подходить например вирус бешенства на гораздо более прозаичный вирус при этом лечится он хуже прививка от него довольно сложный все на требует потом еще дополнительного введения препаратов соответственно всегда в моих лекциях есть рекомендации о том как же поступить с летучей мыши но кроме того что нужно обязательно сфотографировать на i naturalist и я тогда увижу где вы ее встретили да им нельзя давать себя кусать я часто на фотографиях на роликах держу их голыми руками но при этом с одной стороны я умею держать с другой стороны я привык от бешенства если эти два фактора вас не совпадают то нужно использовать перчатки использовать полотенца можно их пеленать в ткань как маленьких детей и тогда их получится и рассмотреть и хорошо сфотографировать и покормить хорошо сфотографировать на самом деле очень важно потому что летучие мыши не так изменчивы как например цветы растений и очень часто одной фотографии недостаточно чтобы определить вид это особенно касается зимующих летучих мышей например мои любимейшие летучие мыши ушаны которых кажется в летающем состоянии возможно ни с кем перепутать они на зимовке прячут свои красивейшие красивейшие большие уши под крылья и с определенного ракурса можно не заметить что это ушаны перепутать с любой другой подходящий по расцветке и размеру летучей мыши размеры у наших летучих мышей не очень отличаются они все довольно одинаково 10 до 40 грамм среди разных видов есть разброс поскольку это все насекомоядные летучие мыши у нас не живут не вампиры не фруктоядные зверьки и обилие и особенности наших насекомых они обуславливают собственный размерный класс летучих мышей надо сказать обязательно что очень часто говорят что птицы уничтожают очень много насекомых я сам работаю с птицами именно с мелкими воробинами это чистая правда но при этом они уничтожают обычно хвой листогрызущих насекомых гусениц пилищиков и так далее рукокрылые при этом уничтожают насекомых которые нас кусают не уничтожают комаров мошек и поэтому соседство с ними в принципе это большая удача другое дело что если не живут именно у вас на крыше то конечно это средство может приносить некоторые проблемы и это мои способы решения есть способы как их правильно переселить как обеспечить им условия лучше чем под крышей дачного домика и мы этим тоже занимаемся апогеем того что мы представляем предоставляем летучим мышам для зимовки являются наши такие мечты и планы осуществления зимовок в шахтах на самом деле шахты до брошенные подземные выработки они ничем по некоторым параметрам не отличаются от пещер кроме одного в пещерах есть стабильные зимние температуры там можно зимовать шахтах так бывает не всегда соответственно зверек может перепутать одно с другим заселиться на зимовку в старую шахту и банально замерзнуть зимой и эта ситуация которая не дает место обучению до проснулся зимой замерз до ближайшего места даже жительства человека где можно попробовать укрыться в тепле никаких шансов долететь по зиме нет кушать тоже нечего и приходится погибать нет шансов на следующий год исправиться поэтому мы стараемся заброшенные шахты тоже из виду не терять у нас в команде есть опытные спелеологи нас команде из геологи которые помогают в шахтах работать и я сам занимаюсь спортивной спелеологии лет наверное 8 уже и мы такие обследования проводим кажется единственной в западной сибири кто этим занимается и если мы увидим какую-то шахту которая является любимым местом зимовки летучих мышей но при этом и там страдают и гибнут мы постараемся оборудовать им там комфортабельную зимовку и создать опять же научный полигон поскольку шахта это все-таки место где раньше работали люди место куда обычно есть дорога где иногда можно ходить не согнувшись и соответственно там должно быть удобно работать с этими зверьками поскольку еще раз вернусь к началу очень много чего про летучих мышей западной сибири да и прорококрылых вообще включая особенности физиологии особенности зимовки особенности летнего размножения неизвестно и требует изучения это могут может быть интересно фундаментальным ученым это может быть интересно людям которые занимаются биобезопасностью это может быть интересно людям которые занимаются защитой окружающей природы поскольку без таких знаний невозможно придумать и спланировать охрана мероприятий если вдруг мы увидим падение численности рукокрылых такая работа не под силам одному ученому такая работа не по силам группе но такая работа по силам большому волонтерскому проекту с привлечением всех этих людей спасибо